Нью-Йорк Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вчера и сегодня в результате снежного шторма 200 тысяч человек были без электричества. Произошли сотни автомобильных аварий, были массовые отмены авиарейсов, но все это мало затронуло зону города Нью-Йорк. От Каролин, от Вашингтона и до северо-восточных штатов было преимущественно так называемое правило 95-го шоссе. К востоку от него в основном был дождь, если было к западу, в основном снег, в том числе и до 12-ти инчей. Этот шторм со среднего запада прошел на юг, вплоть до центральной Флориды, а также сдвинулся на север и на восток. В Флориде были даже очень редкие январские торнадо на периферии шторма. В вихре возникло сразу три, просуществовали они очень недолго, всего несколько минут, но один из них успел пройтись по земле и за эти минуты уничтожил 180 мобильных домов. Торнадо возник в не самом богатом районе Флориды с поселениями из мобильных домов, которые стоят на временных несерьезных фундаментах. Сотни человек потеряли жилье. На большей же части территории действия шторма, а были снега, сильный ветер, ледяной дождь, который часто приводил к обледенению дорог, а и вот только в Южной Каролине было больше 600 автомобильных аварий. О массовых потерях электричества сообщали из Пенсильвании, Вирджинии, Джорджии, Северной и Южной Каролин, где порывы ветра достигали почти ураганной силы. В связи со штормом и благодаря Омикрону вновь были массовые отмены авиарейсов. Вчера отменили 3 тысячи полетов, сегодня еще полторы тысячи. А для части Америки, для федеральных служащих, работников штатов, крупных банков, многих крупных компаний, нынешний уикенд тоже был праздничным и длинным, как рождественский и новогодний. Сегодня день Мартина Лютера Кинга. Те, у кого еще остались деньги, путешествовали и в эти дни. Для больших поездок запала ко дню Кинга часто, правда, уже не остается, но люди ездят, например, кататься на лыжах. С возвращением домой в аэропортах и на дорогах у многих сегодня были проблемы. В Вашингтоне в связи с днем Мартина Лютера Кинга прошла акция в поддержку законопроектов демократов о выборах. Кинг, конечно, выступал за широкий доступ к голосованию афроамериканцам с законопроектами. Демократов в прогрессе, однако, нет. Скорее всего, эта инициатива тоже не будет реализована. В Сенате у демократов по многим вопросам нет единства даже в их собственных рядах. Сегодня продолжалось расследование ФБР, также британской полиции связей, мусульманского террориста Малека Фейсала, захватившего в субботу четырех заложников в синагоге в Техасе. Первоначально ФБР заявило, что преступление это не было связано с терроризмом, но затем изменило эту точку зрения. Нападавший вроде бы был психически нестабильным. Вчера поздно вечером английская полиция арестовала в Южном Манчестере двух несовершеннолетних, которые, судя по всему, имеют отношение к преступлению в Техасе. Малик Фейсал приехал в Америку из Англии в канун Нового года, он был английским гражданином, в субботу он ворвался в синагогу, захватив заложники, раввины и трех прихожан. Террорист требовал освобождения террористские Аафия Сидики, имевшие связи с Аль-Кайдой, которую осудили на 86 лет тюрьмы за попытки убить в Афганистане американских солдат и планы взрыва статуи свободы. Она пакистанка-нейробиолог, окончившая престижный Массачусетский технологический университут, но также и преступник и террорист. Малик Фейсал, захватив заложников, удерживал их на протяжении 11 часов, угрожая убить. Переговоры с ним были очень сложными, но ФБР удалось добиться, чтобы террорист первоначально отпустил одного заложника, затем синагогу штурмовал отряд ФБР, преступник, по сообщениям, был застрелен. Заложники не пострадали. Вокруг многих синагог в Америке сейчас усилены меры безопасности. Сообщили, что у человека, столкнувшего в Нью-Йорке, в выходные под поезд женщину азиатского происхождения, имеется криминальная история, это Саймон Маршалл, 61-го года, бездомный, он дважды арестовывался за попытки ограбления водителей такси. В выходные он столкнул под поезд метро 40-летнюю Мишель Алису Го. Произошло это на станции Таймс-Сквэр. Женщина была сразу же убита, она работала в одной из крупных консультационных компаний. Это не первое преступление против лиц, похожих на китайцев, которых некоторые американцы винят за эпидемию коронавируса. Сегодня было не очень похоже на то, что уже через неделю омикрон прекратит свою экспансию. Компьютерная модель Университета штата Вашингтон показывает, что сверхбыстрое распространение новой вариации вируса через неделю сменится с тот же быстрым и прекращением его продвижения. Пока же, однако, в прошедшие сутки среднее за 7 дней число заражающихся составило 800 тысяч. В два раза больше, чем две недели тому назад, количество смертельных случаев увеличилось на 57%, вплотную приблизившись к 2000. Заражение на юге, на среднем западе продолжает расти, но на северо-востоке можно наблюдать резкое падение заражений после пика 11 января. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хончел выступила даже с оптимистичным заявлением о том, что облака ковида, как она сказала, расходятся. В штате в последние дни происходит падение заражений, также резко снизилась степень позитивных тестов. Неделю тому назад позитивными были 23% всех тестов, сейчас 13%. В штате снижение заражений происходит во всех графствах, кроме одного. И такие же процессы имеют место в Нью-Джерси, Массачусетсе, Коннектикуте и на Род-Айленде. В Нью-Йорке снижаются и госпитализации. На нынешней неделе, 20 января, будет первая годовщина прихода Байдена в Белый дом с подведением, естественно, итогов деятельности его администрации. И, как показал последний опрос, поддержка избирателями Байдена в области его политики по сдерживанию вируса резко снизилась. Это очень важный вопрос, помимо всего прочего, и потому, что Байден победил на выборах в свое время в значительной степени, поскольку призывал испуганных американцев к ограничениям издержанности. Он говорил, что бросит все силы на борьбу с вирусом, и его победит, как бы в отличие от Трампа. Байден неизменно носил маску, провел большую часть предвыборной кампании в своем подвале в Денвере. Тогда многим нравилось, что в отличие от Трампа Байден проявляет осторожность. А сейчас избиратели думают, что это указывало не столько на осторожность, сколько на пассивность. Сейчас только 36% американцев считают, что в борьбе с вирусом страна идет туда, куда нужно, и только 49% избирателей одобряли политику Байдена в отношении эпидемии. Меньше половины. Хотя в июле, согласно такому же опросу, их было 66%. При этом, конечно, имеется партийное разделение. Почти 80% тех, кто одобряет действия Байдена в отношении эпидемии, являются либералами. В истекший год имела место широкая вакцинация, но было агрессивное наступление мутации вируса Дельта, затем рекордно быстрое распространение омикрона. Федеральное правительство потерпело существенное поражение, когда требование обязательной вакцинации работников частных компаний было отвергнуто Верховным судом. Хотя суд в то же время разрешил требование вакцинации медицинских работников в учреждениях, получающих федеральные средства. Согласно опросу, 35% американцев считают, что положение с вирусом в результате политики Байдена улучшается. 40% что эти усилия делают ситуацию вообще хуже. Правда, большинство американцев, недовольных политикой администрации, как выяснили организаторы опроса, не имеют в виду широкую доступность вакцин, как бы об этом забывая, но говорят о запутанности и часто противоречивости рекомендаций федеральных центров по контролю за заболеваниями, о недостатке мощности для тестирования и неподготовленности к приходу омикрона. В следующей части о том, что из России вновь звучат устрашающие заявления. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова